коллеги здравствуйте меня зовут слава панкратов школа менеджеров стартоплана у нас сегодня завершающий такой завершающий вебинар завершающая наша встреча открытого марафона для тим лидов и менеджеров команд разделение достаточно условное вопрос наименования но мне уже несколько раз спросили чем отличается тим лид от менеджер команды менеджер команды еще в нашем понимании должен отвечать за наим и увольнение да то есть если вот эта история твои да ты прямо принимаешь решение тогда это как бы твои ресурсы тогда ты менеджер команды если в компании это организовано по-другому тогда скорее правильнее говорить тим лид но опять же это как в компаниях называется у нас сегодня с вами пятая встреча мы с вами разобрали несколько тем впрочем давайте обо всем по порядку на всякий случай если вы на к нам не присоединялись на предыдущие наши встречи то зовут меня слава панкратов я управляющий партнер и тренер школы менеджеров стартоплан у меня два высших образования технические высшая техническая и практическая психология но я себя как психолога не практикующего постоянно сдерживаю дабы не употреблять много лишней терминологии знаете выглядит а будет не совсем здоровски да я на самом деле не прям настоящий психолог то есть я не работаю прям с клиентами с клиентами поэтому нечего значит тут и выпендриваться на эту тему все предыдущие наши семинары они начинались какой-то лично глубокой истории до который ты где-то видел переживал вот я собственно с этой истории хочу начать с очень грустная история на самом деле хочу начать и этот наш с вами семинар грустная история номер пять если не ошибаюсь дело было москве красивое высотное здание офисный центр лифт мы поднимаемся по моему после перерыва по моему после обеда мы поднимаемся значит вместо проведения тренинга на одном из этажей лифт открывается несколько человек мы стоим я александр орлов здесь несколько человек и парень на входе в лифт он даже не успел войти в лифт он видит своих коллег я так понимаю что он их знакомый он достаточно жизнерадостно с открытым лицом и машет привет то есть вот какое-то такое знаете вот явно то есть это люди которые его знают на площадке стоит парень машет всем рукой люди в лифте которым он обращается поворачиваться к нему смотрят на него то есть они увидят посмотрели отвернулись и продолжили разговор никто не кивнул не помахал рукой не не что-то не сказал в ответ двери закрываются лифт едет дальше а мы стоим знаете вот это чувство то что называется испанского стыда или как чувство ложного стыда когда тебе жутко неудобно за этого парня который что-то видимо либо делает не так либо сделал не так либо эти коллеги с ним не общаются но в любом случае если вот эти люди сейчас в одной компании в одной команде даже просто в одном отделе то есть человек у которого огромные проблемы в этот момент и это не только этот парень у него проблемы понятны ситуационные но он может там и уйти просто из компании из команды ничего страшного не случится работы много но ведь есть скорее всего руководителя этих людей который не догадывается о том что в его подразделении есть вот такое нечто я даже не знаю что это было можно говорить что это какой-то буллинг моббинг вот эти страшные слова с большим инговым окончанием но в любом случае там что-то происходит и я боюсь что никто кроме этих ребят не знает что там происходит а ведь кто-то рассчитывает что эти люди будут работать вместе вполне возможно кто-то кому-то из своих шефов пообещал что да у меня команда и эта команда справится с задачами давайте вернемся к тем темам которые мы уже закрыли мы говорили что на входе в команду назначили вас или вам предлагать собрать эту команду необходимо провести определенный аудит куда ты попал эти люди являются командой или эти люди являются группой людей это люди которые уже сработанные вместе люди которым предстоит сработать и определенная будет в этом динамика происходить что за люди кто им что обещал и так далее То есть вот с этого начинается, на наш взгляд, работа с командой. Знаете, как будто вы механик, или как будто вы пассажир, который сидел постоянно на заднем сидении, а теперь его садят за руль, заставят его руководить. Он выходит, смотрит снаружи, автомобиль просто прекрасен. Некое нечто спортивно-гоночное, которое до этого там прям нарезало круги. Все видели, как это происходило. А теперь вопрос, как там с двигателем, в каком он состоянии, как там эти клапана, чего там, привод, коробки, вот что там происходит, в каком состоянии вверенное тебе подразделение, с какой скоростью ты сможешь на нем передвигаться, каких результатов ты сможешь достичь. И сегодня у нас пятое, пятое занятие, пятая встреча, как бы, знаете, вот так то, что называется логическая рифма. Сегодня мы пытаемся закрыть эту тему и вернуться к тому, что с работой, с людьми, с работой с людьми, я почему замешкался, начинается вся история Тим Лида с того, что он пытается понять, куда он попал. И заканчивается работа Лида некой такой логикой, тем, что он постоянно отслеживает, в каком состоянии верено ему подразделение. Мы с вами говорили, точнее, как говорили, вспоминали в формате, что мы могли упустить, на что мы там не обращаем внимания, на что не обращают внимания наши, например, студенты. Мы с вами немного поговорили про собеседование, найм, увольнение, причем все наши семинары, и это такое же, они все построены по принципу, знаете, от практиков к практикам. Мы что-то делаем, вы что-то делаете. Я руковожу командами и людьми, не знаю, наверное, уже лет 20, страшная цифра, на самом деле, если подумать. Я в 22 года был руководителем отдела, значит, где-то в 21 я получил первую команду, примерно вот какие-то вот такие вот цифры, да, там сейчас мне уже под сороковник. И все это время я что-то делал, мне что-то получалось, что-то не получалось. Кроме того, последние 10 лет я обучаю людей, как руководить командами, и понимаю, что в общем-то ничего не поменялось. Косяки все те же самые, они вполне понятно, как нарабатываются и справляются. Все счастливые команды счастливы одинаково, каждый несчастливый, несчастливый по-своему, как было у классика, да, про семьи. Везде какой-то бардак, у всех очень-очень сильно похож. Мы говорили с вами про коммуникацию внутри команды, это был семинар Александра Орлова, мы говорили про конструктивные конфронтации, мы говорили с вами про, на прошлой неделе, про постановку контроль задач и про делегирование. И сегодня, хочется, повторюсь, логически завершить вот этот наш марафон, снова-таки вернувшись к истории про работу с людьми, про контроль состояния команды и про некоторую обратную связь. Конечно, мы не уйдем с вами там в трех, в пяти, в десятичасовой модуль, посвященный тонкостям обратной связи, посвященный правильному проведению встреч один на один, посвященный всем этим историям. Сегодня все в том же формате. Вот обратите внимание, на что вы могли упустить. Вот обратите внимание, что это тоже надо делать. Хотя здесь я немножко лукавлю, потому что сегодня я, может быть, даже кому-то наступлю на мозоль, особенно тем людям, которые были уверены, что встречи один на один не нужны, что работа с командой это что-то придуманное. Мы все здесь вместе, мы все тут бок о бок тремся, мы все вместе ходим наперекуры. Очевидно, я знаю, что у них людей в голове. А вот и посмотрим сегодня, так ли это на самом деле. Итак, сегодня у нас пятая встреча. Сегодня мы говорим про контроль состояния команды, обратную связь. О чем будет сегодня? Более подробно. Сегодня мы поговорим про состояние людей вообще. Про то, какую картину мы наблюдаем последние, наверное, уже года 4-5, даже больше. С 14-го года мы примерно начали этот тест давать. Я сегодня про свой любимый MMPI опять расскажу немножко. Расскажу, почему менеджеры думают, что у них в команде все хорошо. Этому есть определенные природные, естественные причины. Поговорим о том, почему один на один, на мой взгляд, необходимо использовать, даже если вы никогда раньше не использовали именно сейчас, особенно в тот момент, когда вы стали оторваны от своих людей. Проведем некий быстрый аудит. Вы знаете, что мы любим Матрицы 2 на 2. Это один из моих любимейших инструментов, потому что если у вас нет абсолютно никакого навыка в проведении один на один, проведении вот этих контрольных встреч, точек, где вы замеряете состояние, то Матрица 2 на 2 интерес и компетентность то, с чего имеет смысл начинать. Нарисовали, нарисовали на листике, положили перед человеком и попробовали. Посмотрели, это достаточно простая штуковина. Мы сегодня некий такой чек-лист по вашей команде заполним. И если вы понимаете, что где-то вы не можете уверенно сказать себе «да» или поставить плюсик в ответе на этот вопрос, то это означает, что вам есть над чем работать. В самое ближайшее время нужно, я редко говорю, прям завтра надо бежать-бежать, но это как раз те вопросы, по которым завтра надо бежать-бежать и проясняться. Поговорим, что делать. Давайте здесь я кроме того, что делать еще и посоветую вам посмотреть замечательный фильм OpenSpace, собственно говоря, с которого я снял скриншот, точнее нашел скриншот и вынес его на заглавную страницу слайда. Итак, 14-й что ли год, если не ошибаюсь, может быть и раньше, как бы коллеги, давно дело было, мы начали нашим студентам на входе предлагать супертест профориентации. MMPI, Массачусетский супертест профориентации, разработан давно. Я доверяю старой DOS-овской еще версии его реализации, 540 вопросов. В общем, есть по определенным причинам, почему я верю им. именно этой реализации. Что мы видим? Тест большой, выдает огромное количество листинга, в нем надо уметь разбираться, так же, как в тесте Hogan, так же, так и в тесте MMPI. Есть люди, которые умеют в нем разбираться. В общем и целом, нас интересует всегда последний, вот на входе в школу, нас интересует последний 10-11 строк, где мы показываем, что конкретно, к чему у человека, у конкретного респондента, как этого студента, к чему есть, скажем так, природные склонности, какие непосредственно направления деятельности у него будут получаться наиболее простым, наиболее естественным способом. Что предлагает тест? Он выявляет расположенность к административному руководству, производству, бумажной либо конторской работе, обслуживание, обслуживание имеется в виду, вот, работа с клиентом и обслуживание, как это сервис, сам в широком смысле этого слова, педагогика, обучение, тренинги, все, сюда включается, экспедиции, переводя на язык IT, некий R&D, запланировать, да, запланировать, чтобы потом что-то случилось, наука, в частности, исследования, тоже, видите, вот, рядышком какие-то штуки стоят, искусство, спорт, военные службы и программирование. Вот по этим, там, 10 либо 11 шкалам, тест позволяет выявить некую природную склонность. Ну, а дальше логика простая. То, к чему у тебя есть природная склонность, скорее всего, у тебя будет получаться лучше. Когда у тебя это получается лучше, ты получаешь больше фидбэк, позитивного на эту историю, да, больше подзаряжаешься, больше ресурсов, у тебя это еще лучше получается. Лучше делать то, что у тебя лучше получается. Такая мысль. Ну, и, собственно, если взять, что этот тест выявляет? Он показывает предрасположенность к определенному типу деятельности в баллах. По-моему, от минус 15 до плюс 15, или от минус 18 до плюс 18. Сейчас даже не вспомню, чтобы вас не обмануть. И, в частности, MMPI, как мы шутим, здорового человека, знаете, есть MMPI курильщика и MMPI здорового человека. Выглядит примерно как-то так. К чему-то у человека больше предрасположенность, что-то у него лучше получается, что-то он будет делать. Но, скорее всего, видя, вот здесь, в частности, обслуживание у человека вызывает какое-то сопротивление, он склонен к чему-то. То есть, в частности, обратите внимание, вот есть там военные службы и программирование. Это не означает, что человек будет хорошим военным. Это означает, что человеку комфортно, когда есть правила, процедуры, когда он понимает, откуда задача приходит, как она оценивается, как она планируется, как он их сдает. Ему так комфортнее. Обратите внимание, программирование вообще выделено в отдельный тип деятельности. Тест 88-го года, точнее, реализация 88-го года. Сам тест, наверное, где-то в годах 80-х. Уже тогда было понятно, что программирование, как конструирование абстракций, требует определенного склада ума и характера. Соответственно, вот некий ММПА здорового человека. К чему-то больше склонность, к чему-то меньше, что-то будет даваться сложнее. Можно себя составить, но, скорее всего, будет даваться сложнее. Что мы стали встречать, когда массово ввели этот тест для наших студентов? Сейчас мы, кстати говоря, не заставляем наших студентов этот тест проходить, но крайне рекомендуем. Раньше мы говорили, давайте вы его пройдете, мы его знаем, как трактовать, мы вам подскажем, с чего начинать программу. У нас в тот момент программа еще составлялась из разных модулей, под конкретным студентом мы ее конструировали. Иногда мы начали видеть вот такие ММПАи. Знаете, вот это так называемое ММПАи курильщика. Ну, мы шутим, конечно, да, минусовые ММПАи. То есть у человека тест как бы спрашивает, дружище, к чему у тебя есть природная предрасположенность, а организм человека через человека сообщает, как бы, оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я вот еще немножечко попрограммирую и, значит, выйду на пенсию. Да, вот этот так называемый минусовый тест не означает, что человек от природы никуда не пригодится. Скорее всего, и мы пришли опять же, мы начали разбираться, говорим, как, ну так не бывает. Но к нам пришел студент, он где-то работал, он каким-то образом сейчас справляется со своей работой. Он пришел учиться, то есть он ощущает некую потребность учиться. Как же у него может быть вот такой минусовый ММПАи? И мы начали у студентов наших создавать вопросы, говорим, слушайте, а как давно вы отдыхали? И мы вот там задали десяток таких вопросов, и очень в ответ получили массу удивленно похожих возгласов. А откуда вы знаете? Мы говорим, да мы не знаем, тест на что-то нам намекает, мы пытаемся его трактовать. И выяснилось, что люди системно не отдыхают, системно не восстанавливаются. Ну, есть у меня еще там гипотеза, как пнуть agile с его короткими итерациями, маленькими победами. Но это вообще моя гипотеза, да, отнесем ее пока, знаете, там, к теориям заговора. Но в чем идея? К нам приходят на обучение часто люди, ну, не в таком, конечно, страшном состоянии, когда прям, вот, это состояние плохое. Здесь нужно брать отпуск, здесь нужно ехать куда-то отдыхать, пить витамины, может быть, консультироваться с врачом, не знаю, еще что-нибудь. То есть здесь таких, таких прям ситуаций не так много. Но минусовых показателей крайне много, такое ощущение, что людей прямо вот раздражает определенный вид деятельности. Это очень прикольно, когда человек приходит, говорит, я менеджер проекта или я руководитель подразделения. Заглядываешь сюда, у него производство минус 10, административное руководство минус 12. И ты такой, как же ты, дружище, заправляешься со своей работой. Представьте, какие усилия нужны, чтобы войти в это дело. Что мы видели у нас? В какой-то момент мы начали спрашивать и у наших коор-клиентов иногда, да, и вообще проводить исследование. Говорят, слушайте, а сколько же народу вот в таком состоянии находится? Не в таком, конечно, ужасном, но в похожем. И выяснилось, что от 60 до 70% людей, которые приходят учиться, сейчас находятся в нересурсном состоянии. И тогда мы говорим, что да, мы с методологической точки зрения понимаем, что сделать в обучении. Мы говорим, значит, нужно учиться там не 3 дня подряд, 4 дня подряд и повторять это дело каждую неделю, а делать длительные перерывы, например, 3 дня, да, но не по 8 часов, а по 5, потом, например, перерыв на месяц. Или 4 часа, потом через неделю, через 2 еще 3, 4 часа и так далее. То есть мы с методологической точки зрения понимаем, как нашу программу нам подстроить. Это такая история, мы разберемся, это наша задача это сделать. Но давайте сейчас вернемся от исследований стратоплана своей аудитории, вернемся к разговору о том, что в каком состоянии это ваши люди сейчас находятся. Хорошо, если у вас молодой дружный коллектив и все ребята прям готовы фигачить, фигачить, это все очень здоровски. Но если эту статистику хоть как-то экстраполировать с поправками, то из 10 человек в вашей команде сейчас 3-4 могут находиться в не очень ресурсном состоянии. То есть они ходят на работу и как живые даже сидят, но результатов от них явно не столько, сколько вы могли бы рассчитывать. Трое-четверо. А если шестеро-семеро из десяти, а если еще сам менеджер в таком состоянии, возвращаемся к разговору. С какой скоростью полетит этот спортивный болид по трассе? С какой скоростью вы будете ехать? А ведь сейчас на вас с интересом, как на руководителя смотрят ваши боссы и говорят, ну что потянет, не потянет. Мы ему команду дали из 10 человек, а по факту что-то полгода ничего не происходит. Еще полгода там, ну какие-то результаты есть, но это не революция, не прорыв. Что, блин, происходит-то? Почему же тогда часто мы слышим истории, дальше идея простая. Коллеги, смотрите, у вас в команде могут быть такие люди. Конечно, не обязательно, но могут быть, могут быть. Есть встреча один на один и простой инструментарий, который позволит вам как минимум об этом узнать. Мы приходим с этим в компанию, говорим, коллеги, как у вас один на один? Есть компании, которые ввели это в практику обязательную. Ну, например, в нашей компании, в компании Стартаплан, мы один на один встречаемся. А если мы говорим про компании, куда мы приходим, ну везде же по-разному. И в тех компаниях, где этого не происходит, мы слышим один и тот же ответ. Как бы, а, подожди, я так к разговору про один и не немножко забежал вперед. Почему же тогда менеджеры уверены в том, что у них в команде все в порядке? Почему же тогда менеджеры говорят о том, что, как бы, ну подождите, ну это что-то выдумано, это какая-то статистика у вас неправильная? Да, здесь мы еще говорим, коллеги, ну посмотрите на Анну Обухову, да, это один из партнеров компании Scrum Track, она с коллегами разработала целую идею, достаточно хороший концепт, называется батарейка, мы получили право на его использование, он очень такой, очень удобный, именно для того, чтобы объяснять, что такое ресурс, что такое не ресурс. Вот посмотрите, как она это объясняет, посмотрите, что такое присвоение результатов. То есть, ну на методологической, на уровне методологии с этим люди борются. Но у нас, ну берем менеджера, он заряжен энергией, он говорит, подождите, что это, кто это тут выгорчен встает? Я еще ого-гошенький, я еще очень-очень могу. Да, у вас пока получается и работать, и изучать что-то новое, чтобы не отставать от отрасли, но, видимо, у вас это получается, потому что у вас этот механизм или этот протокол, называйте как угодно, подпитки, обратной связи или восстановление работает. То есть, либо вы пока еще прям в кайф-в кайф что-то крутите руками, где-то что-то вы прикрутили, это заработало, у вас прям подъем энергии, все очень здорово, но ваша команда, возможно, вы в этой команде менеджер, ровно потому, что у вас этот механизм работает, и вы энергетически вот такой более правильный человек. Но не факт, вы и не есть ваша команда. Статистика штука крайне упрямая. Если у вас команда из 10 человек, то от 3 до 6 человек у вас сейчас находятся, ну не в плохом состоянии, но в средне плохом, так точно. И вы не факт, что это знаете, не факт, что на это ориентируетесь. При этом вы не ваша команда, а результаты достигаются командой. Если я, например, человек, который нанял менеджера, нанял ему 10 человек подчиненных, я буду ожидать, что у человека с результатами будет все хорошо. Я не хочу через полгода услышать историю о том, что, ну вы знаете, из 10 трое так себе, один хотел увольняться, четвертый был не согласен с тем, что я его руководитель. Ну в общем, вот как-то вот поэтому как-то вот так. Это не хочется услышать через полгода, когда результатов нет, но зато есть история, почему их нет, это никому не интересно. Соответственно, мы с вами, менеджеры, если сейчас вы находитесь в твердом убеждении, что все не так, что все заряжены, что все фигачат, все будут работать, то есть вполне возможно, что это некая ваша рамка, которая говорит о том, что в отсутствии информации о других людях мы проецируем на них собственные состояния, мысли и допущения. Мы не знаем ничего, поэтому раз у меня все хорошо, то все здоровски. Эта рамка работает в другую сторону. Но менеджер может быть в плохом состоянии, тогда и проект уже не такой интересный. Хотя год, два, три года назад вы приходили в эту компанию, проект был классный, офис был замечательный, люди были какие-то приветливые. Что случилось? То есть у нас с вами есть рамка. Я подвожусь к той мысли, что ориентироваться только на собственное восприятие означает брать на себя риски того, что по факту состояние ваших людей другое. Почему один на один имеет смысл проводить именно сейчас? Что мы слышим постоянно, причем это было и до карантина, и это и сейчас продолжается. Что мы слышим от менеджеров в тех компаниях, в которых либо это необязательная практика встречи один на один, либо это практика просто по каким-то причинам, знаете, не проводится, не прижилось, как часто мы слышим. Слышится одна очень простая такая история. Ну зачем нам эти ваши один на один? Мы все тут друг у друга на виду, мы работаем в одном помещении. Я вижу людей, я вижу вот как вот даже вот человек сидит, у него, значит, там, знаете, целые теории про то, как человек сидит, как у него, значит, там осанка, как у него глаза горят. Все же видно, да? Мы вместе ходим обедать, мы вместе ходим кофе пить. И вообще я знаю, чем живут мои люди. Буквально сегодня утром я начал отвечать на письмо одному из наших студентов, а потом понял, что там ответ, ну, не на полчаса даже, не на час. Я, скорее всего, с ним отдельно созвонюсь, просто у нас есть поддержка для студентов. Но вопрос-то был такой. Вот ровно такой же случай. Я раньше работал менеджером, и я понимал, как кого контролировать, как с кем работать, кто сейчас закопался. Вы это видите? Интуитивно, неинтуитивно. Если раньше человек сидел и вот так фигачил, а сейчас он что-то третий день сидит вот так, наверное, человек с чем-то столкнулся. Менеджер подошел, помог, разобрался, двинулись дальше. И дальше человек задается вопросом, а что же делать? Ведь это же все закончилось. Вы не сидите сейчас рядом. Я читал много на тему, что современные средства коммуникации, они прям позволяют ощущать какое-то чувство цифрового локтя. Это все здоровски. Но до 70-80% информации о человеке мы получаем из невербалики. Как он сидит, как он ходит, как он разговаривает, как он хмурится. Дальше идет тон голоса, и только последних там сколько-то процентов, там 10 что ли, это содержание коммуникации, которую он выражает словами. А теперь представьте, что раньше вы человека видели, что можно платить и сказать, что такое, что вот это, что не так. А сейчас вы человека не видите. И вот это ощущение некой близости, локтя, совместные обеды, совместный кофе, вообще какие-то вот, когда менеджер сидит и слышит, о чем идет речь, оно пропало. И в этот момент хочется спросить, погоди, дружище, а как ты теперь, не владея информацией о том, что у людей в головах, вообще собираешься ставить задачи, их контролировать, перекидывать, перепланировать, помогать людям. И, собственно, суть вопроса нашего студента, он к этому и сводился. Он говорит, подождите, но раньше я мог давать больше свободы, потому что, если что, человек подойдет, меня дернет. Или я вижу, что он закопался, я к нему подойду. А что делать теперь? Делать более частый контроль. Помните, о чем мы с вами говорили? Людьми это может быть воспринято как недоверие. Они скажут, что я им закручиваю гайки. Они вполне могут поменять работу, потому что, обратите внимание, раньше был еще офис, раньше же было все очень здоровски. Если вы где-то как менеджер чем-то не дотягивали, не дорабатывали, то у нас был прекрасный офис, у нас был кофе-поинт. У нас было вот это ощущение прийти с утра и вообще побыть в коллективе изумных людей, это крайне приятно само по себе. То есть, мы с вами не работаем на грязном заводе, где, в общем-то, мат перемастает. Нет, ну, у нас даже если что-то там звучит, какое-то слово, то оно прям по делу и все как буржут на эту тему. Но мы, в принципе, могли полагаться на то, что компания дотянет, если я как менеджер что-то не доработаю. Где-то кто-то подскажет, с кем-то можно пообщаться. Группа, коллектив, удобное кресло, хороший компьютер, удобный офис, свежий воздух, кофе-поинт. Все это добавляет очков в пользу лояльности к сотрудникам. А сейчас нет этого. И с другой стороны, мы получаем аналогичные вопросы от корп-клиентов, которые говорят, слушайте, у нас тут есть два часа, а научите наших тимлидов удаленно работать с командой. И мы спрашиваем, погодите, пожалуйста, а раньше-то они с ней вообще работали? Ну, то есть, были какие-то процедуры? Да те же один на один, ничего же у них такого нового нет. Ну, как бы, раньше нет, но удаленно же как-то можно. Работать с командой удаленно означает работать с командой, используя средства коммуникации. Все, работать с командой содержательно не поменялось. Люди, состав, мотивация, постановка контроля задач, разрешение ситуации, это все никуда не делается. Инструментарий чуть-чуть другой. Инструменты за два часа пояснить можно. А что там входит? Один на один, ну, один на один там, что, по скайпу, по зуму. А что внутри? Да бог с ним, со скайпом, по зумам. Есть же содержание этой работы. Собственно говоря, как бы, коллеги, мы понимаем сейчас, что компания из места, куда человек приходил работать, превратилась в нечто безликое, из чего выпадают задачи, и интерфейс, единый, единственный интерфейс между мной, как сотрудником, и компании, теперь это лицо менеджера, который либо, как протокол общения, я общаюсь с компанией, как с работодателем через менеджера, и этот протокол может уметь работать, протокол может быть рабочий, менеджер может уметь работать, а может и нет. Поэтому, если сейчас у вас еще оставались какие-то фантазии на тему, что я справлюсь, вот ощущая некое вот это чувство локтя, ну, мы же все-таки в одном чатике. Во-первых, откуда вы знаете, нет ли у вашей команды второго чатика, в котором нет вас, что вы там не занудничали. Это так вообще, мысль-мысль, на минуточку. Ну, это я больше, может быть, вас пугаю, но все же. Сейчас у вас не осталось вот этих вот невербальных сигналов, с помощью которых вы могли судить о состоянии команды. Грубо говоря, раньше вы садились за руль и понимали, тут что-то дергается, тут что-то подстукивает, а сейчас вы в симуляции, у вас этот руль нарисован, и вы не слышите этого всего. То есть вы из автомобиля пересели, грубо говоря, за компьютер, и теперь у вас есть руль, у вас есть какие-то приборы, и все. И теперь вам нужно браться, вам нужно выходить из этой компьютерной симуляции, ходить, щупать, ходить, смотреть, созваниваться, спрашивать, разговаривать. Один на один стали жизненно необходимой практикой, с моей точки зрения. Давайте проведем небольшой быстрый аудит. Я крайне люблю эту историю. Вы знаете, что мы любим матрицы 2 на 2. Мой коллега Александр Михайлович вообще чудеса творит с этими матрицами. Эту матрицу мы позаимствовали, если я не ошибаюсь, у Сергея Бережного. Это был человек, который все время мы столкнулись на тренинге, он пришел к нам учиться, а через какое-то время мы узнали, что он сам проводит замечательные командные тренинги. Мы к нему сходили и как-то взаимно обменялись определенными историями. И вот эту историю он все время нарисовал, и она показалась абсолютно сумасшедшей. А нет, у него было доверие и прозрачность, это была другая матрица. Видите, уже путаю, но заодно вам, собственно говоря, Сергей порекомендовал. Нарисуйте, пожалуйста, матрицу 2 на 2 средних размеров и отложите по одной шкале компетентность, низкую, высокую, а по другой интерес, низкий, высокий. Естественно, на тренингах мы рассказываем, как прийти, как предложить эту матрицу, что вы должны быть полезны, что вы должны быть безопасны. Это все история не для нашего сегодняшнего семинара, но, поверьте, там определенные подробности есть, потому как это правильно применить. Сейчас я просто вас прошу, нарисуйте вот такую матричку, если можно, средних размеров, и поставьте плюсики, если у вас получилось эту историю каким-то образом нарисовать, а я вам сейчас дальше подскажу, как дальше двигаться. Плюсики можно поставить, у нас сегодня вкладочка называется Questions, правильно? А я ее потерял, сейчас я ее найду, вот она. Когда нарисовали, поставьте плюсики. О, пошли плюсики, замечательно, правильно? Да, это уже сегодняшний. Я смеюсь, думаю, может быть, это плюсики, я сначала семинар. Что-то такое получилось? Хорошо. Презентации поделитесь, коллеги, конечно, поделимся, и презентации поделимся, запись у нас тоже будет, и запись даже обещают. По крайней мере, мы везде включили, дальше, я думаю, что монтажеры сотворят чудеса. Все будет. Как можно пройти тест? Коллеги, напишите нам, пожалуйста, по-любому из адресов нашей школе, мы, соответственно, эту историю вам вышлем и подскажем. Он, если у вас особенно маг, то там придется потанцевать, потому что там ставится досбокс, в этом досбоксе завернута досовская программка, но, на мой взгляд, эта история того стоит. Часа полтора вашего вдумчивого времени с ответами на вопросы, 540 вопросов, там как бы мама не балуй. При этом, как бы, мама не горюй, правильно говорю. Я не понимаю, как это пословица, но в общем много этих вопросов там. Напишите, естественно, мы поделимся и расскажем. Итак, в чем история? Что происходит, когда приходит новый человек? Мы эту мать всю часто рассказываем, мы ее очень сильно любим. Когда человек пришел новенький в вашу команду, даже не обязательно он студент, он, может быть, где-то и работал, но он не работал в вашем бизнес-домене, он не работал с вашими процессами, не работал в вашей методологии. То есть у него компетентность пока низкая, он пока не может прям фигачить наравне с вами. Но при этом у него есть интерес, вы отобрали человека, которому нравится делать то, что он делает у себя по работе. Если человеку интересно, он начинает пробовать, прикручивать, откручивать что-то, ходит коллектор машин, что-то читает на эту тему. И рано или поздно, если он, кроме настойчивости, еще и умный, то есть у него интересно, он умный и настойчивый, он пробует, и в какой-то момент он превращается вот в этот изумительнейший во всех отношениях. Здесь он уже знает и умеет достаточно, достаточно много для того, чтобы делать свою работу, и ему по-прежнему интересно. Вот такое классное состояние. И вот он живет в этом состоянии. Месяц, два, три, полгода, год. Билды билдуются, релизы релизятся. Все очень здорово, но я еще немножечко пну agile. У вас за год двухнедельными итерациями, что получается, 20-25 релизов? Ну, как бы тяжело ловить прям вот такой восторженный кайф от каждого, потому что особенно если у вас все в порядке, все работает, у вас каждые две недели что-то происходит, что-то выкатывается. Как бы в чем веселость, да, как бы, ну, происходит, ну, слава богу. Рано или поздно можете оказаться вот здесь, когда все понятно, когда все хорошо, когда все получается, но уже не так интересно. И это очень опасный квадратик, потому что здесь человек, возможно, знает и умеет больше всех, больше всех в команде, но при этом они все похожи на свот-анализ. Я так заглядываю, таблица похожа на свот-анализ. Они похожи на свот-анализ, потому что все это матрицы 2 на 2. А у нас в нашем арсенале, мы как-то считали, 16, что ли, матриц. Или там 14 матриц и два каких-то опросника. Это вот то, чем, собственно говоря, чему мы учим в том числе программе. Они все похожи. Матрицы 2 на 2 очень похожи. Квадрат Гартнера очень сюда же тоже вложить этот магический квадрат. В чем здесь история? Вот в левом верхнем квадратики в чем беда? Человек, возможно, повторюсь, знает и умеет больше всех в команде, но учить что-то новое ему уже очень тяжело, потому что неинтересно. Неинтересно копаться в чем-то новом. Последние квадраты как бы намекают, что если ничего не делать, можно оказаться в квадратике, где не просто интерес низкий, но и компетентность низкая. И здесь разумный, знаете, как пытливый око читателя наверняка уже захотелось спросить, а, собственно, как туда? Человек же не становится глупее, как он туда падает-то? История в том, что матрица вот эта постоянно ползет вверх. Что-то выходит новое, усложняется предметная область, выходят какие-то новые фреймворки, новые протоколы. Копаться в этом сложно. И в этот момент, особенно если это тимлид, например, или менеджер команды, он говорит, надо бы пойти разобраться. Но уже ты не едешь домой с распечаткой. Я помню, как я печатал спецификации и ездил домой на бумаге. И возил их с собой, потому что мне было интересно. Я ехал, и вот, знаете, как этот Теодор Рузвельт, который резал ктишку, или кто там, и насилуя с собой. Мне было интересно, что у нас там происходит. Вот там в продукте, вот там. Как это происходит? Я как тестировщик копался с огромным удовольствием. А вот тут уже нет. Вы здесь находитесь прям... Совершается, ну, на мой взгляд, трагическая ошибка. Обучение делегируется более молодым сотрудникам. Вот им еще будет полезно, значит, покопаться, там какие-то инструменты какие-то. А у меня уже взгляд системный. Я уже, знаете, вот на этом уровне где-то нахожусь. Учиться сложно, а матрица ползет вверх. И в какой-то момент человек находится здесь. Если его только что еще так укачивало от работы, то здесь его уже начинает капитально тошнить. Потому что, во-первых, он не понимает, что происходит. У него какие-то вещи, которые раньше получались, начинают получаться хуже. И он начинает раздражаться. И он, ну, вот здесь иногда говорят про некое профессиональное, не путать с эмоциональным, но про профессиональное выгорание. Ну и ладно. Как-то же работаю. Тем более, если есть уже какая-то там небольшая должность, еще что-то. Как-то работаю, и бог бы с ним. У меня к вам вопрос, коллеги. А давайте мы сейчас... Ну, здесь выход-то какой? Выход понятный. Как бы нам вот туда попасть? Или еще более грамотный вопрос, как бы нам туда человека передвинуть? Мы с ним не встречаемся один на один. Мы не знаем, чего ему интересно. Мы не спросили у него. Никакой опросник не провели. Ничего. Собственно, то, что мы изучаем у нас в программе, то, что мы изучаем на корпоративных тренингах. У меня сегодня с утра как раз была группа, мы ровно это разбирали. Там и опросник мотивационных факторов, и как с ним работать, и как это все считается. И, в общем-то, все это, ну, понятным человеческим языком для людей, которые не психологи по образованию. Вот как бы нам человека вот в то замечательное состояние, чтобы либо ему просто было интересно, либо что-то было интересно и непонятно. И он опять захотел этому учиться. Чтобы... Как сделать так, чтобы опять испытывать вот это состояние интереса к работе? Встреча один на один. Нет, вы не проводили. Возвращаясь обратно вот к этой истории. Ну, я вот всегда в команде, я же чувствую, чувство локтя, я же за людьми смотрю. Вы можете сидеть и работать с человеком вот так, месяц. Я вот только сегодня узнал, что у нас человек учит японский. На минуточку, если представьте, насколько должно быть человеком интересно и хотеться в этом разбираться, сложнейший язык. И вот вы, находясь в одной комнате, можете никогда об этом не узнать. Просто потому что, знаете, как... Ну, вот к слову, не приходилось. Теперь, возвращаясь вот сюда. Теперь вы еще и удаленно со своими сотрудниками. Вы, простите, на какой кофейной гуще будете гадать? Чтобы ему из задач подсунуть, чтобы ему стало интереснее. Хороший вопрос. Давайте мы сейчас вот на этой матрице отметим себя и отметим коллег. Поставьте, пожалуйста, вот только честно. На границе ставить нельзя. По центру матрицы не ставим, ни читерим. Мы же не просим вас никуда эту матрицу сдать. Отметьте там, пожалуйста, себя. Здесь иногда люди с техническим бэкграундом говорят, слушайте, ну, у меня есть часть задач технических. Они мне там еще интересны, да? Есть часть задач по работе с командой. Они не очень. Либо наоборот, человек говорит, вот с командой интересно, да? Технически уже, ну, откровенно где-то вот здесь. Как мне себя поставить? Два раза себя поставьте. Ваша же матрица, ваш же листик. Никто же вам через плечо не заглядывает, не спрашивает. Поставьте, пожалуйста, себя туда. А потом поставьте ключевых людей вашего проекта. Если сейчас на два месяца менеджера, менеджера поставьте. Ведь вы как-то же это все оцениваете. Даже не разговаривая сейчас с ними. Простейший инструмент. Поставьте, пожалуйста, себя. Поставьте туда ваших коллег. Дайте мне знать плюсиком, что у вас получилось, что вы справились с этой задачкой. Вот простая штука. Если сейчас вы обнаружили здесь, ну, спасибо бог, себя где-то слева. Или если вы обнаружили кого-то из своих ключевых сотрудников, либо своего менеджера. Вот в левой части, в зоне низкого интереса. Скорее всего, вы сейчас должны, если это ваши подчиненные, вы сейчас себе должны запланировать с ними встречи и какие-то разговоры. Слушай, что будем делать? Что поменялось? Я вот помню, да, было все хорошо, а сейчас вот как-то вот здесь. Я был на семинаре. Мне это подсказали, как это можно легко отобразить. Вот я отобразил, мне кажется, вот здесь. А ты где? И дальше посмотреть, что человек ответит. Это простой способ начать разговор о том, как человек себя чувствует относительно своих задач. Это очень простая история. Если вы такую штуку сделаете, у вас уже, я надеюсь, вот сейчас... Коллеги, а поставьте, пожалуйста, например... Я прошу, кроме плюсиков, давайте, хочу проверить, слушайте ли вы меня внимательно. Поставьте, пожалуйста. Воскликсательный знак, если вы сейчас уже захотели, либо решили пойти поговорить с кем-то из своих подчиненных. Есть ли такие люди у нас в аудитории? Вот просто по результатам этого одного простейшего инструмента. Я вижу, люди поднимают руки. Воскликсательные знаки тоже появились, плюсики. Спасибо, то есть обратите внимание, у нас... Без проблем, можете руки поднимать. Вот я как бы вижу все эти все штуковины, мне сообщают. То есть, смотрите, это один простой инструмент. Вы сейчас потратили на себя, сколько там, полчаса, 40 минут времени. Вы как руководитель решили стать более осознанным руководителем. 30-40 минут, и вам пришло в голову, что, блин, надо пойти поговорить. Давайте копнем немножечко глубже. А что у вас вообще с командой? Вот мы с вами кое-что рассматривали в этом семинаре. Вы что-то наверняка читали. Вы где-то были на других наших или не наших семинарах. Давайте попытаемся сейчас... Вот я вам буду задавать некоторые вопросы. А вы себе ставьте мысленно или где-то просто плюсики, либо минусики. Если есть где-то минус, это значит, что у вас есть вопрос, вы недоработали в этом месте. Итак, у вас сейчас группа или команда? Люди, сидящие в одном помещении, не всегда являются командой. Это мой любимый пример. Четыре менеджера по продажам, запертых в одном помещении. У них у каждого свои планы, свои цели. У них еще иногда и география поделена. У них цель общая, денег заработать. Но взаимовыручки, поддержки и совместно вырабатывающих решений там, скорее всего, не будет. Они не команда. Если не знаете, ставьте знак вопроса. Вторая история. Когда мы с вами говорили про аудит, мы говорили, что есть некоторые модели. Модели чисто социологические. Какие вот эти вот графики проходят группа людей на пути становления командой? Если у вас группа, у вас набор индивидуальных коммуникаций с каждым из людей. Если у вас команда, вы можете туда забросить задачу. Команда умеет эту задачу анализировать, разбирать, решать, предлагать вам решения и воплощать принципиально другой уровень энергетики и вовлечения менеджера во всю эту работу. Группа или команда? Вот эта группа уже прошла? Шторминг после того, как вы ее собрали? Или она по-прежнему где-то вот что-то притирается, какие-то разборки в ней? Если прошла и вышла на какой-то режим продуктивной работы, плюсик, если вы не знаете, тогда либо минусик, либо знак вопроса. Все ли люди в команды согласились с тем, что вы руководитель? Я понимаю, звучит иногда странно, в смысле согласились. Там целое письмо было от начальника, что я их руководитель. Да, это так называемое формальное лидерство. Ну, замечательно, вам дали полномочия. Точнее, вам дали ответственность. Ты теперь, скорее всего, если вы поднимете это письмо, там, наверное, так и было написано, ты теперь отвечаешь за работу этой команды. Команда, вы там, ну, короче, не съешьте его, пожалуйста. Помогаете, поддержите, ну, не съешьте. Но ведь не всегда вам дали с этим еще и полномочия, потому что многие полномочия берутся, они даются. И наверняка сейчас есть какой-то человек в вашей команде, который на это смелое письмо о том, что в нашей команде новый менеджер, сказал, посмотрим, посмотрим, какой из него менеджер. Все ли в команде прям поголовно, поименно согласны с тем, что вы их руководитель? Или у них есть свое мнение и свои цели в этой команде? Знаете ли вы, что в голове у каждого участника? Я, понятно, делаю только про вопросы профессиональных отношений. Что этот человек понимает, что за проект, что он понимает, куда мы двигаемся, что он понимает свою зону полномочий, понимает, чего от него ждут, у него есть какие-то четкие планы, планы его профессионального развития, и он вообще понимает, как вы оцениваете его работу. Кто-то сейчас в вашей команде собирается уйти. Простая мысль. Знаете, можно смело ее заявлять. Я очень люблю консультантов, которые заявляют это как некое открытие. Знаете, почему это можно смело заявлять? Потому что в любой команде, в любой момент времени есть человек, который собирается уходить. Есть люди, которые собираются уходить с первого дня, приходят на работу. Окей, вы об этом догадываетесь? Или сейчас у вас этот сотрудник пилит куски задач на критическом пути, и когда он пропадет, внезапно. Беда не в том, что люди уходят с проектов, а в том, что они делают это внезапно. Непредсказуемо. В этом момент все начинают суетиться, выясняется, что не описано, не запротоколировано, тут вообще какой-то авторский кусок кода, а здесь капец, мы не знаем, что это, это надо переделать. Кто в вашей команде сейчас собирается на выход? Уверенный, ставьте плюсик. Не знаете, ставьте знак вопроса. Ну, стрёмно же. Кто сейчас себя не ощущает членом команды? Здесь вот сейчас многие пытливые, опять же, слушатели наверняка подумают, слушайте, может и бог с ним, может лучше, чтобы у меня была рабочая группа, а не команда. Может быть, я не говорю, что группа это плохо. Я ни разу не сказал, что группа или отдел это плохо. Я просто хочу, чтобы мы четко с вами понимали, там механика работы немножко отличается. С группой так больше ваших усилий, а с командой так меньше ваших усилий. Но для этого нужно еще команду сделать. Вы инвестируете, получаете команду, и потом немножечко на этом экономите себе время дальше. Ну, принципиально как-то так. Есть ли кто-то в вашей команде, кто сейчас себя не ощущает членом команды? Потому что из этого может следовать некомандное поведение. Интересная штука. Патрик Ленсиони, пять пороков команды. Первый из пороков команды – это некомандное поведение, которое, обратите внимание, самим Ленсиони рекомендуется лечить удалением человека из команды. Вся мировая практика по перевоспитанию людей, по клиентоориентированности, по человекоцентрированности, она в этом месте сводится к тому, что вы все равно с этим человеком, скорее всего, попрощаетесь. Что люди говорят про работу и про вас? У нас проект ОГОГО интересный, прикольный, завлекать, посмотрим, что получится. Или у нас, ну, как бы, ну, лотца, да. Нет, менеджер, да, он, конечно, старается, но, как бы, ну, 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 зато старается. Ну, хотя бы старается. Что люди про вас говорят? Чего они про вас думают? Не знаете знак вопроса? Насколько человек вы реально можете рассчитывать? Это, в принципе, это уже вопрос простого ресурсного управления. У вас в команде 10 человек. Я могу смело предположить, что трое-шестеро из них находятся в нересурсном состоянии. Ходят на работу, как живые, и делают какую-то работу. При этом, либо вот-вот замахаются, либо уже замахались и просто сказали, так, окей, чтобы не сдохнуть, я буду делать вот столько. Вот по барабану. Вот если эта контора устроит, все, значит, вот такой мой выхлоп, вот настолько мы работаем. Хотя договаривались вот настолько, а вот настолько. И смотрит. Месяц, два, три, а, не работают. Ну, то есть, не выгнали, и ладно, я так и буду работать. При этом тот человек, который вам давал этих людей в подчинении, или давал вам нанять этих людей, скорее всего, рассчитывает на определенные результаты, помноженные на количество людей в команде. Его не интересует, что там, на день, не все клапана в двигателе работали. У тебя восьмицелиндровые, четыреста лошадей, поехали. Насколько ваша команда поможет вам реализовать те цели, по которым вас оценивают? Вот уверены ли вы, что команда сейчас работает на эти цели? Я искренне верю, что вы понимаете цели вашего проекта и понимаете, что если в проекте все будет хорошо, вам, как руководителю, тоже все будет хорошо. Ну, я надеюсь, что вы работаете в организации, где есть связь между тем, что вы получаете, и тем, что компания вам, каким образом компания вас за это благодарит. Вот понимаете ли вы, что сейчас вот от того, что делают эти люди, зависит, какая у вас будет оценка в глазах, например, того человека, который вас назначал? Понимаете? Хорошо. А вы уверены, что люди двигают вас в ту сторону, чтобы, грубо говоря, вы получили повышение, премии, назначение, все что угодно? Или нет? Или вы бегаете, знаете, как в игре в этой электронной волк с этой корзинкой, где он яйца ловил в курятнике? Не знаете, куда подставить, лишь бы все зарелизилось. Коллеги, если в этом простейшем дурацком списке есть хотя бы 3-4, вы не уверены ответа, или знака вопроса, или прямо исключательных знаков красненьких, коллеги, а поставьте, пожалуйста, вот сейчас смайлик, можно грустный, если у вас в этом списке хотя бы 3, либо 4 ответа, я не знаю, либо ответа, ну, скорее всего, нет. Поставьте грустный смайлик, пожалуйста. Поднятые руки опять же идут. Ну, вот быть честным с самим собой, на мой взгляд, первый признак зрелости любого специалиста. Это я знаю, это я не знаю. И грустные смайлики, и восписательные знаки, и плюсики. Еще раз, быть, понимать, что у тебя хорошо, а что у тебя нехорошо, на мой взгляд, это первый как бы шаг для любых изменений. Без этого мы с вами слепо верим, что все нормально. Вот, ну, на мой взгляд, надежда на то, что все будет хорошо, такая крайне претенутая за уши штука. Чего делать? Я буду поглядывать на тайминг. Нормально, я, может быть, даже сегодня впишусь. Итак, что можем делать прямо сейчас? Я понимаю, что сейчас я вас, знаете, немножечко напугал. Ты вот этого не делаешь, и вот этого не делаешь. И при том, что вы ходите на работу, и вроде бы все у вас, ну, как бы, я надеюсь, что у всех все слава богу. Два варианта событий дальнейших. Две модели, точнее, которые можно выбрать. Первое, надеяться, что все будет хорошо. Знаете, такая черепашья модель, когда вы голову спрятали, уже, значит, по шее не дадут, потому что панцирь прикрывает, а там как-нибудь, значит, прорвемся. При этом ваша надежда, она, в общем-то, можно даже сказать, обоснованная. Я сейчас поглажу немножко вот эту вашу, вашу, нашу, коллеги, все мы такие же. Эту нашу некую черепашью уверенность в том, что все будет хорошо. Почему? Потому что, ну, раньше же как-то работал. Как-то. Работала же. При этом, давайте понимать, если вы согласились с тем, что раньше как-то работал, то, скорее всего, вы сейчас в качестве своего менеджерского плана приняли некий вот план бездействий. Я ничего не буду, оно как бы, ну, как бы оно как-нибудь само, знаете, рассосется. Или не рассосется, ну, тогда это будет не моя проблема. Вот, вот таких людей очень много. Я искренне надеюсь, что вы за временем научитесь их распознавать и не будете нанимать в те компании, которым вы рано или поздно там станете руководителем, в которых вы будете занимать высокостаящие посты. А пока это надо научиться отстреливать в себе и с этим осознанно бороться. Это первая модель. Я ничего не делаю, оно как-то работало, как-то вот, вот, как-то само. Ну, и вторая модель, попытаться этим состоянием управлять. А начинается это все, начинается любой ремонт, любое обслуживание, чего бы то ни было, начинается с диагностики. Что мы чиним, что мы исправляем, зачем мы это делаем. Более того, если вы сейчас прибежите к своему шефу со словами, нам нужен тимбилдинг. Он спросит, что случилось? Или нам нужно обучение, он спросит, что случилось? Какую проблему чиним, что мы решаем, зачем? И здесь вас спросят, а какую предварительную работу ты провел, какую диагностику ты провел? Что можно сделать? Если сейчас у вас этого еще нет, либо это хромает, согласовать и запустить встречи один на один. Согласовать, потому что это время и ваше, и вашей команды тех людей, к которым вы пойдете. А если вы еще работаете где-то, где-то время, понятно, четко трекается, вы по нему отчитываетесь, то, скорее всего, это нужно согласовать с тем, кому это время принадлежит. Контролировать состояние людей и свое состояние. Менеджер, который приходит на работу желанием наконец-то сдохнуть, он не производит впечатление человека, который может что-то осознанно сделать уже с моей мотивацией. Ты, дружище, сан себе помоги изначально. Что нужно делать? Системно, последовательно, то есть постоянно поставлено в расписание слушать обратную связь. Для этого у вас нужны быть окна, где в эту обратную связь будете снимать. Давать обратную связь, чтобы у нас не расходились вот эти вот ожидания друг от друга, которые потом очень-очень сложно закрывать эти расхождения. Работать с командой и в команде возращаясь к аналогии про автомобиль. Раньше вы сидели на втором либо на третьем ряду и весь этот микроавтобус куда-то за теле ехал. Вас привозили, вы что-то там чинили, сели и поехали. Вот тот, кто рулил, он понимает, куда едем, зачем едем. А сейчас он ушел. И сейчас вы, скорее всего, либо собираетесь руководить этим бусиком, этим микроавтобусиком, этим автомобилем, либо вас посадили за руль со слами. Ну давай. А здесь, собственно говоря, старая советская школа автомобилевождения чего говорит? Водитель перед дорогой должен убедиться в технической исправности своего транспортного средства. Уровень масла, состояние колодок, проверить давление в шинах. Вот, собственно, эти истории не мы придумали, коллеги. Понять, кто у вас из людей в каком состоянии. Понять, чего ему кто наобещал. Понять, чего ему наобещали и не сделали. Понять, что с него периодически снимается вот это состояние и вы хоть примерно понимаете, насколько перегрето или не перегрето этот цилиндр либо это колесо. А если у вас коробка передач перегревается, то есть кто-то из ключевых сотрудников вот-вот скажет «Да ну его, чертовой матери, да и уйдет от вас». Работать с командой и в команде это уже не сидеть на заднем ряду и продуцировать понятные технические результаты. Это еще и постоянно обслуживать вот тот механизм с помощью которого вы достигаете результата. Но это понятная история. Мы очень хотим, чтобы вы начали это делать. Если не знаете как, приходите к нам, пожалуйста, мы учим этому системам на много лет. Из каких-то таких еще полезных рекомендаций посмотрите, пожалуйста, Office Space. Погуглите. Крайне понятный фильм, достаточно старый, очень прикольный, со своим понятным сюжетом. Он смешной, прикольный сам по себе. Хорошо можно провести вечер. Чем он еще интересен, коллеги? В этом фильме есть огромное количество боссов, шефов, вот это один из них, которых вы очень быстро возненавидите и которым вы никогда не захотите стать. Знаете, вот тот случай, когда ты смотришь, такой, я не хочу быть таким, хотя он в подтяжках, у него рубашка красивая, галстук там, в общем, все хорошо, но вы не захотите им стать. Кстати, с ним очень просто, от него и избавились, я думаю, что не сильно вам разрушил интригу этого фильма. Посмотрите, пожалуйста, крайне интересная штука, я думаю, что вы не захотите давать обратную связь, так как дают шесть боссов, главного героя в этом фильме. И я думаю, что вы не захотите быть таким боссом, потому что они, пинки, от которых любая организация старается как можно быстрее избавиться. О чем мы с вами говорили во время этого марафона? Как вы уже, наверное, поняли, темы марафона выбраны не случайно. Мы верим, что жизненный цикл Team Lead'а, он примерно проходит по этим этапам. То есть вам нужно разобраться с командой, аудит на входе. Обратите внимание, команда и начинаем, и команда, этот логический путь заканчиваем. Что за команда? На каком она этапе? Команда либо коллектив? Есть ли какие-то конфликты? Что эта команда уже вместе прошла? Что она умеет? Если команде кого-то не хватает, вам нужно ее доукомплектовать. Возможно, от кого-то избавиться, возможно, кого-то нанять. После этого вы запускаете коммуникации внутри команды. Если команда умеет договариваться, скорее всего, у команды будут результаты. После этого вы понимаете, окей, теперь нужно уметь правильно ставить либо контролировать задачи. Мы не наставим, что последствия такая. Может быть, вы сначала захотите разобраться с задачами, а потом налажите коммуникацию. Это без проблем. Хотя, ну, весь мой опыт говорит, что начинать надо с того, что менее понятно. А людям с техническим бэкграундом, коммуникационные всякие модели, штуковины понятны меньше. Поэтому мы за то, чтобы сначала коммуникации, потом постановка контроля задач. Более того, на этапе постановки задач, как вы помните, у вас идет согласование, в том числе и типа контроля, и объема задачи, и конечного результата. И, собственно, здесь, скорее всего, вам тоже придется научиться договариваться. Поэтому сначала коммуникация, потом постановка контроля задач. И если все это движется, дальше нужно этот механизм обслуживать, для того, чтобы он двигался с определенной скоростью, для того, что если даже в команде и произойдет замена состава, это, по крайней мере, было управляемым явлением, а не громом среди ясного неба. Кто в каком состоянии, кто работает, кто с кем готов сотрудничать, кто против кого дружит, есть ли какие-то конфликты, выгорели или не выгорели люди. Первое, не пора ли менять масло, да, вот двигатели либо в коробке. И если заглянуть немножко глубже, коллеги, про что этот марафон? Этот марафон в том числе про то, что мы делаем на работе, поэтому для каждой из этих тем у меня есть какие-то грустные очень истории. Этот марафон про то, чему мы учим в нашей программе. Если вы заглянете на наш сайт, я надеюсь, что он у вас установлен в стартовой странице, вы каждое утро, когда включаете браузер, у вас сразу загружается наш сайт. Вот, ну, в обязательном порядке. Вы обратите внимание, что темы очень похожи, при этом за каждой из этих тем, которую мы с вами прошли, можно сказать, да, вспомнили про которые, вот в формате этих получасовых, часовых встреч есть определенная теория, есть определенные модели, есть определенные примеры, есть определенная практика. Каждой из этих тем мы уделяем в программе школы минимум по 15 часов. То, что мы здесь с вами проходили там за полчаса-час. Это минимум 15-часовая история. Более того, когда вы изучили это все, вам придется научиться, это даже программа только на английском, да, вам придется разговаривать об этом, вам придется объяснять, что за техники вы применяете, вам придется отстаивать свое какое-то мнение. И мы понимаем, что здесь вам нужна некая переговорная практика. Переговоры, не гешейшнс вообще как таковой, не самая сильная черта людей с техническим бэкграундом. Мы этому можем научиться, там опять же есть определенная логика. При этом мы хотим, чтобы вы учились переговорам не на каких-то оторванных примерах, не на закупке помидоров, да, либо на продаже автомобилей, а на чем-то, что связано с вашей непосредственной работой. Поэтому мы включаем в нашу программу обучения еще два месяца дополнительного модуля по переговорам, где много кейсов, где вы нарабатываете вот эту вот аргументацию, где вы начинаете понимать, что все это выстраивается в определенную логику, в определенную последовательность. И там кейсы, которые так или иначе затрагивают все те темы, которые вы изучали в нашей школе. Обратите внимание, коллеги, у нас программа, это построено трехдневными модулями, то есть вы три дня раз в месяц учитесь. При этом в программе школы есть не только курс, посвященный команде. Этот марафон мы посвятили работе Тимлида, задачам Тимлида и менеджера команды. Но ведь есть еще и программа по управлению проектами. Программа по управлению проектами точно так же построена трехдневными, трехдневками, 5 часов каждый день, три раза в месяц. При этом мы составили график так, что если кто-то из вас, например, решится прийти в оба этих курса, такие студенты у нас есть, их сейчас, по-моему, от 25 до 30 процентов студентов, которые уже решаются обучаться, они говорят, а два курса, можно два курса, сложно, но можно. Мы график, в общем-то, подстроили. При этом этот курс точно так же заканчивается двухнедельным практиком, только в курсе команда это переговорный практиком, а в курсе управления проектами это практику посвященный канбан и скрам-методам, то есть вот этим вот историям, которым в самой программе немножко меньше времени, но эту историю можно доработать за счет двухмесячного интенсива в конце. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, мы предусмотрели эту тему, то есть сейчас у нас по графику, если вы посмотрите, эти вещи не пересекаются. Можно ли идти в два курса? Можно. Программа, которую мы сейчас вам предлагаем, она запускается на двух языках одновременно, то есть она запускается на русском языке, преподавание на русском, на русском, русскоязычная группа, русскоязычные кураторы. И она же запускается на английском языке. То есть если вам интересно, у нас на сайте Stratoplan.ru вы можете выбрать в меню просто переключиться, ну грубо говоря, переключиться на другой язык, вы попадете на другой домин, где увидите эту же программу, полностью доступен на английском языке. У нас набор, который стартует в феврале 2021 года, он международный, у нас уже есть студенты, причем мы недавно хвастались, у нас есть студенты из Владивостока, есть студенты из Сан-Франциско. То есть у нас вот такенный вот, грубо говоря, весь земной шар, знаете, как Великобритания шутила, что над землей Великобритании никогда не садится солнце. Вот география Stratoplan на сегодняшний момент такая, что над нашими студентами уже никогда не садится солнце. Ладно, шутки шутками, аналогии аналогиями. Где этому всему учат? Учат этому в школе Мензов Stratoplan. Приходите, будем еще рады вас видеть. В двух словах по сам формат 5 месяцев, 5 трехдневок раз в месяц, по 3 дня в месяц, в субботу, в воскресенье по 5 часов каждый день. Плюс, если вы понимаете, что вы с этой темой сейчас работаете, вам не хватает некого опыта, в течение месяца ваша группа может еще пойти на дополнительную практику. То есть, либо вы отработали 3 дня со словами коллеги «Спасибо, встретимся через месяц». Идете работать. Либо вы отработали 3 дня и понимаете, что вам нужна практика. Вы хотели бы больше кейсов, вы хотели бы больше попрактиковаться. Собираем такие группы, даем выделенного фасилитатора, который сделает так, что поработают все, поверьте. И доп. вопросами всех подергает и вовлечет абсолютно всех. Это его обязанность. После чего идет 2 месяца, после вот таких 5 месяцев работы по 3 дня в месяц либо чаще, идет 2 месяца переговорной практики по темам этого же самого курса. Работа идет в группах фасилитаторов, в группах с фасилитаторами. Мы предлагаем авторские кейсы разной степени сложности. Будем смотреть под группы, то есть каждый из наших кейсов, он уже сейчас имеет 2-3 степени сложности. Мы под группу говорим, ну, либо всем одинаковый кейс, да, если он одинаково всем непоятен, либо если какая-то группа более продвинутая, ну, например, руководитель с большим опытом, мы его соберем в отдельную группу и предложим вам более сложные кейсы. Не переживайте, там есть над чем поработать, там есть где мозг приложить. Мы учим тому, как работать на практике и через практику. Обратите внимание, программа до конца декабря, до 20 декабря, еще предлагается по ранней стоимости. То есть есть возможность, зарегистрировавшись до Нового года, еще и здоровски сэкономить, цена там достаточно существенная, скидка тоже достаточно существенная. Если остались вопросы, у нас каждый день наши менеджеры отвечают, ну, наверное, не сильно преувеличиваясь, я скажу, что отвечают они на сотню вопросов, которые к нам приходят. Что-то в почту, что-то приходят в мессенджеры. Если вам удобно, прямо сейчас, если есть какой-то вопрос, просканируйте код, провалитесь в наш WhatsApp. Наши менеджеры сегодня, либо уже завтра, ответят на все ваши вопросы. Мы за то, чтобы люди приходили к нам, учились у нас осознанно, то есть понимали, куда они пришли и понимали, каким образом они, ну, решит программа их запрос, их непосредственный сейчас запрос, попадет ли программа в ваши ожидания, либо не попадет. Мы так работаем. Я надеюсь, что я смогу сегодня, если у вас еще есть какие-то вопросы, на них ответить. Сейчас я промотаю вниз, если какие-то вопросы. Коллеги, если сейчас, можно ли мне какую-то короткую обратную связь? Особенно, если вы были на нашем марафоне, не только на сегодняшнем, а на всех пяти его занятиях, на наших пяти встречах. Если марафон был вам полезен и интересен, поставьте мне оценку. 0 мимо, 10 прям очень хорошо, полезен и интересен, понимаю, чего надо делать. От 0 до 10. Какую-то обратную связь, чтобы мы все шли и спокойно здесь отдыхали, наша команда могла спокойно пойти попить чай, понимая, что мы сделали что-то полезное. Видим ваши ответы, спасибо большое. Много больших оценок, спасибо. Есть оценки и 7, и 4, то есть где-то мы не попали. Тоже ко всему готовы, ко всему открыты, спасибо огромное. Коллеги, ну вроде бы так, оценки очень ничего, по крайней мере, пока вот все сильно лучше, потому что формат короткий, я понимаю, что мы не все можем дать, не можем рассказать. Я надеюсь, что не перегрузили вас рекламой. Давайте понимать, мы говорим про то, во что сами верим. Мы учим тому, про что сами верим. У нас недавно в одной из наших рассылок была история о том, что изучение чего-то нового, это всегда, знаете, как поход в горы. Ты не знаешь, сколько это займет, ты не знаешь, какие сложности тебя подстерегают. Коллеги, мы вводим группы студентов по этим горам уже лет 10. Немножечко научились, а у меня еще здесь, видите, еще и картинка сегодня, прямо в тему, замечательно, только что рассмотрел. Мы вводим по этим горам группы студентов-курсантов уже лет 10, может быть, даже больше. Ошибки знаем, которые наши студенты совершают, подправляем, исправляем. Сам формат, длительность похода, что брать с собой, уже тоже отработано. Будем очень рады вас видеть, коллеги. Если остались вопросы, пожалуйста, в любой момент времени напишите нам, например, на адрес, который у нас есть. У нас просто обычно либо на последнем слайдике адреса школы, здесь я понял, мы просто решили заменить эту историю обращением в WhatsApp. Если есть вопросы, в WhatsApp. Если есть вопросы по программе, изучайте, пожалуйста, на сайте. Будем очень рады вас видеть. Остаемся на связи. Если есть вопросы, всегда готовы на них ответить. Всем большое спасибо, коллеги. Всем удачи. Пока. Я вложился в тайминг на одну минуту. Я сегодня просто крут. Спасибо вам огромное и вы замечательная аудитория. Счастливо.